Всем привет! Сегодня я буду готовить французский хлеб на пшеничной закваске. Эту закваску я выводила по рецепту известного пекаря Раймонда Калвеля. Эта закваска придает выпечке особого фруктово-йогуртового аромата и уникального вкуса. Поэтому она стала моим фаворитом и я теперь ее часто использую для выпечки пшеничного хлеба из Добе. Французский хлеб тоже не стал исключением и сейчас я буду готовить на него опару. Для этого понадобится всего 5 грамм пшеничной закваски. Если у вас нет пшеничного стартера по рецепту Калвеля, то вы можете использовать любую другую закваску 100% важной. Также для опары понадобится 50 грамм муки и 50 грамм воды. Все перемешайте и закройте миску пленкой. Опару оставьте при комнатной температуре на 10-12 часов. Я обычно готовлю опару в 10-12 часов вечера, чтобы в 9 часов утра уже приступить к замесу теста. Обязательно следите за опарой, чтобы она не перекисла. Если у вас в комнате жарко, то возможно понадобится даже 8 часов для полного созревания опары. Готовность опары определяется по пузырькам на ее поверхности. Сегодня моей опаре понадобилось 9 часов на созревание и посмотрите, какая она стала воздушная. Новый пшеничный стартер по рецепту профессора Калвеля очень активно работает. Как приготовить такую закваску, вы можете найти в моем предыдущем видео. Теперь приступаем к приготовлению теста. Для этого сначала добавьте в опару 140 грамм воды и 275 грамм пшеничной муки высшего сорта. Все перемешайте до однородности. Затем накройте миску пленкой и оставьте тесто на автолит на 30 минут. За это время ферменты, которые содержатся в муке, активизируются и тогда проще будет производить замес теста. Прошло полчаса. Тесто после автолиза стало нежным и уже практически не липнет к рукам. Перекладываем его на рабочую поверхность, которую я предварительно смочила обычной водой. Теперь приступаем к оздобке теста. Для этого нужно сначала добавить в тесто 12 грамм меда и все хорошо вымесить. Я вымешиваю тесто руками, но вы можете воспользоваться тестоместом или планетарным миксером. Как только мед полностью войдет в тесто, я добавлю 6 грамм соли и продолжаю активно вымешивать еще 5 минут. Осталось добавить в тесто 12 грамм размягченного сливочного масла. Продолжаем вымешивать до тех пор, пока масло полностью не войдет в тесто. Готовое тесто гладкое, упругое и практически не липнет к рукам. Теперь я его перекладываю в миску и сверху накрываю пленкой. Оставляю тесто на брожение при комнатной температуре, длительность ферментации 3 часа. За это время нужно выполнить 2 обминки теста. Первую обминку я делаю через час после начала брожения и снова засекаю время еще на 1 час. Во время обминки видно, что сейчас происходит хорошее развитие клейковины. Тесто становится упругим и более растяжимым. Через час я повторяю снова обминку и оставляю тесто на ферментацию еще на 60 минут. Продолжение следует... Всего прошло 3 часа после начала ферментации теста. За это время тесто хорошо увеличилось в объеме и теперь можно приступать к предформовке. Для этого я слегка подпиляю мукой рабочую поверхность и перекладываю все тесто на стол. Теперь нужно заготовку округлить до появления упругости на ее поверхности. Потом накрываю тесто пленкой и оставляю на отлежку на 20 минут. Через 20 минут приступаем к основной формовке заготовки. На этом этапе нужно максимально плотно сформировать заготовку. Чем плотнее она у вас получится, тем красивее будет хлеб после выпечки. КОНЕЦ Готовую заготовку сверху посыпаем мукой и помещаем на расстойку в миску. Эту миску нужно застелить хлопковой тканью. Длительность расстойки 1,5 часа. Прошло 1,5 часа и заготовка хлеба хорошо увеличилась в объеме. Если на нее надавить пальцем, то можно почувствовать множество пузырей внутри. При этом след от нажатия должен выравниваться не очень быстро. Заранее подготовьте духовку для выпечки хлеба. Для этого за 20 минут до окончания расстойки прогрейте духовку в течение 20 минут при 250 градусах. Я выпекаю хлеб на противне, застеленным пергаментной бумагой. Заготовку аккуратно переворачиваю на пергамент и потом делаю надрез обычным лезвием. Надрез делайте немного отступая из середины заготовки, наклоняя лезвие под углом 45 градусов и погружаю в заготовку его на полсантиметра. Кроме обычного классического надреза хлеб можно украшать различными рисунками или колосками. Заготовку сверху нужно накрыть металлической миской. При выпечке эта миска будет удерживать вокруг заготовки влагу, тем самым обеспечит хорошее ее увлажнение. За счет этого курочка на хлебе будет тоненькой и хрустящей. Под такой металлической миской выпекайте хлеб сначала 15 минут при 250 градусах. Затем нужно уменьшить температуру до 200 градусов и снять колпак. Затем продолжаем выпекать хлеб еще 15 минут при 200 градусах уже без колпака. Готовый хлеб достаем из духовки и сразу перекладываем на решетку. Готовность хлеба можно проверить по глухому звуку, если постучать по его дну. Хлеб остывает на решетке около часа. После остывания я его разрежу и покажу, какой он получился внутри. Французский хлеб на пшеничной закваске получается очень мягким и невероятно ароматным. Я довольна результатом. Готовьте хлеб всегда с хорошим настроением и у вас обязательно все получится. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях под этим видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А я желаю вдохновения на кухне и приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok